Подмосковная авиабаза Кубинка Место дислокации пилотажной группы «Русские Витязи» Сегодня здесь будут проходить очередные тренировочные полеты В последнее время в этом нет ничего необычного Как говорят сами летчики, интенсивность полетов сейчас почти такая же, как и в советские времена Для того, чтобы шестерка Су-27 смогла подняться в воздух в 10 утра, техники вышли на работу в 5 Каждый самолет готовят сразу несколько специалистов Нужно проверить все системы, опробовать силовые установки Перед вылетом «Русских Витязей» вылетает самолет-разведчик Который определяет метеорологическую и орнитологическую обстановку Орнитология здесь не просто прикладная наука, жизненно важная Даже маленькая птичка может нести серьезную угрозу самолету Если, к примеру, ворону или чайку засосет в турбину, двигатель будет выведен из строя Пока проверяются самолеты и условия полета, выясняется состояние самих пилотов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полет? Полет вам запущен, да? Они у меня всегда здоровы Проблем со здоровьем никогда не было Надеюсь, и даже и не будет После того, как все процедуры закончены, командир проводит предполетный инструктаж Внимание на аэродроме! Московское время 9 часов 1 минута После докладов и инструктажа летчикам остается надеть противоперегрузочные костюмы Которые они в шутку называют боевыми штанами и к самолетам ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые детали предстоящих полетов уточняются уже на летном поле ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Су-27 по очереди трогаются с местом Техники подпрыгивают и дотрагиваются до крыла самолета В ответ летчики поднимают на сушках тормозные щитки Приветствуют оставшихся на земле Такова многолетняя традиция ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Залетают тройками Всего несколько секунд и самолеты уже не разглядеть Воздухе шестерка сушек выстраивается в фигуру, Которая чем-то напоминает детского воздушного змея Фигуры высшего пилотажа, который выполняет эта шестерка Язык не повернется назвать детской забавой К Витязям присоединяются мидии из пилотажной группы Стрижи, Которая дислоцируется на этом же аэродроме Строй самолетов увеличивается еще на три машины Зрелище становится еще более захватывающим Только летчики знают, насколько сложен групповой полет Интервал между самолетами метр, дистанция три метра На скоростях до 800 км в час это ничто И самолет не идет по маршруту, как трамвай по рельсам Контролировать его движение нужно постоянно И при этом нужно еще выполнять сложные маневры Кроме того, несмотря на колоссальную отдачу энергии Натянутые до предела нервы Необходимо самым внимательным образом слушать команды Земли В воздухе никакой самодеятельности Группа должна двигаться как единое целое Все должно быть подчинено одной цели Одна за другой сушки заходят на посадку За час полетов каждая из них сожгла около 10 тонн горючего По нынешним временам сумасшедшие деньги Но это оправдывает себя Только тренируясь в небе Летчики могут достичь такого уровня мастерства, как русские витязи А их успехи это не только новые заказы на российские самолеты Но и престиж всего государства Судя по радостным лицам пилотов, они сегодняшними полетами довольны Я бы прикинул, на одну фигуру могло хватить Могло хватить А могло и не хватить Там работа Там тяжелый физический труд Причем это все совмещено с комплексом С большими психологическими нагрузками Рядом летящий товарищ, которого ты должен по крайней мере не напугать Уже не говоря больше не зацепить, ничего больше И более того, еще и обеспечить ему спокойную работу Комбинезоны пилотов в прямом смысле слова можно выжимать Семь потов сходят не только от колоссальных физических Но и от огромных нервных нагрузок Но сейчас летчики, кажется, не замечают неудобств Каждый из них готов хоть сию минуту вновь подняться в небо Когда летчик из кабины выходит уставший, то зачем тогда летать? Русские «Витязи» – коллектив уникальный И не только потому, что это единственная в мире пилотажная группа Которая летает на самых настоящих боевых самолетах Техникам нужно всего несколько часов, чтобы подготовить машины к реальным боевым действиям Здесь собрались единомышленники, которые, несмотря на огромные трудности Смогли сохранить высочайший уровень профессионализма Россия является и на сегодняшний момент великой авиационной державой Самолеты, на которых мы летаем, производство России И военно-воздушные силы нуждаются в такой школе В такой школе, где можно показать групповой высочайший пилотаж И уважающие себя авиационные страны Все практически без исключения имеют пилотажную группу Я думаю, что не за горами тот день, когда все же будет перевооружение на новые самолеты Дай Бог, чтобы пришли самолеты пятого поколения Все возможности для этого есть Я думаю, что военно-воздушным силам России процветать в будущем После того, как закончились полеты в небе, начинается разбор полетов на Земле Необходимо, чтобы каждый летчик точно знал, как он сегодня летал Какие допустил ошибки Поэтому обсуждение видеозаписи полетов носит весьма оживленный характер Я думал, да, связку вращения сделаем Летчик был под ним Это что за пропускание? В это же самое время техники уже заканчивают осмотр самолетов Сегодня, по их словам, никаких нештатных ситуаций с техникой не было Все в норме На сегодня полеты закончились Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА